Добрый день! Сегодня 27 декабря и несмотря на то, что уже 17 дней прошло после того, как конкурс завершился, я только сегодня смогла провести розыгрыш и посмотреть, кто же у нас будет победителем. Итак, я хочу прокрутить всё вниз с тем, чтобы у нас наши письма шли так, как они приходили. Самые первые внизу и самая первая нам написала Pink Fly. Она рассуждает про королеви шну и она собрала 4 пальчика вверх. Следующая наша участница. Я не знаю, как правильно читать. Эта девочка у нас очень активная, а я вот как-то и не подумала спросить. Я её обзову, не знаю как. Ладно, с буковкой B, а у неё, к сожалению, только 2 пальчика. Хотя, честно говоря, здесь мудрость-то была. Следующая. Анюта наша. Анюта уже побеждала в конкурсе и вы Анюту очень хорошо знаете. Она у нас давала интервью, которое я на 3 кусочка разделила. Теперь уже, когда она рассказывает о своём знакомстве с мужем. И они в этом году к нам приезжали в гости, мы вместе ужинали. И они ещё раз позволили себя записать на камеру. Я дам ссылочку на те видео. К сожалению, вы не увидели той мудрости, которая в этом очень коротком эссе помещена. Очень мудрая девочка. Ну, может, потому что вы тоже решили, что она уже побеждала и не надо. Но тогда у нас участники не будут побеждать, если вы будете их по этому принципу отсеивать. Вот, говорит, куда-то делся комментарий. Честно говоря, не знаю, что произошло. Я ничего не удаляю, тем более это конкурс. Вот у нас претендент на первое место. Мария Головина. Она собрала 5 пальчиков кверху. Чего ж вы не поголосовали как следует? Вот её эссе с шикарными фразами из Эдуарда Осадова тоже. 5 пальчиков. Спасибо, моя дорогая. Вы у нас можете стать победителем. Следующая. Следующая Ириша Кузнецова. Мы её тоже знаем. Она у нас уже дважды выступала на канале. Один раз она выступала с карточкой, которую близняшку можно сделать и не рисковать, покупая товары онлайн. И второй раз она рассказывала о своих злоключениях с каким-то фонгом. И она у нас сегодня лидирует. У неё 9 пальчиков кверху. И пошли дальше. Что у нас происходит? Агафья. Может быть, вы не увидели, что это Агафья написала, потому что оно идёт от моего лица. Агафья написала шикарное письмо. Кто его не почитал, обязательно почитайте, потому что она рассказывает о том, как она нашла своего принца уже в зрелом возрасте, который ей сказал, доверься мне и будешь королевишной. И причём её подруги были против того, чтобы она выходила за этого мужчину уже очень неказистым. Он им показался. А теперь только радуется за неё и ручками всплёскивает от того, какой королевишной в его руках она на самом деле стала. Агафья, к сожалению, собрала только 4 пальчика кверху. И это была наша последняя участница. Я так думаю, что мы сегодня даже и не будем с вами доставать нашу коробочку с именами, потому что наш победитель определён. Она оторвалась далеко вперёд. У нас есть 4, у нас есть 5, а тут 9 пальчиков кверху. Давайте это место за ней и оставим. Итак, победитель сегодняшнего конкурса Ирина Кузнецова. Кстати, Ирина почти всегда участвует. И иногда в конкурсах участвует её дочечка. Вы её тоже видели. Они первый раз и спросили у меня разрешение. А я разрешаю детям участвовать, если родители не против. И если будет ребёнок выигрывать, то я им куплю то, что им хочется. У нас гибкий такой подарочный список. Так, и если вы считаете, что чего-то там не достаёт, я обязательно докуплю. А сейчас мы читаем письмо от Ириши. Поздравляю всех дам ещё с одним интересным конкурсом. Спасибо всем, кто написал своё эссе. У всех очень интересные. Итак, королевишна, ишь ты, как же тебя найти среди миллиардов служанок и миллионов принцесс? Возможно, она та, о которой всегда говорят, в теме. И только-то нет, она та, с которой легко. Легко идти по жизни. Она та, которая не пасует перед трудностями, не плачет, как служанка, причитая, боже, за что мне всё это? Не истерит, как принцесса. Со мной такого быть не может. Королева, королевишна, в тот, в тот самый момент соберёт всех своих главнокомандующих и тайных советников в своей королевской голове и выиграет сражение. А если и нет? Разве королева может проиграть? Нет. Королева вынесет из сложившейся ситуации тот бесценный опыт, который за деньги не купить. Королева, королевишна, но при моем имя и отчество, никогда не бежит, сломя голову, как служанка и не опаздывает, как принцесса. Королевишна всегда и везде, в любой ситуации, приходит вовремя. Сейчас я слышу голос одной из моих бабушек, царство им небесное. Иди или веди себя чинно и благородно. Эта фраза звучала в нашей семье очень часто. И только сегодня ночью, когда прожита большая половина жизни, я поняла, что звучит она полностью так. Иди по жизни чинно и благородно, как королевишна. Ох, девушки красавицы, ну не всегда так получается, как хотелось бы. А как хотелось бы. Королева никогда никого и ни при каких обстоятельствах не предаст. Жаль, что не все короли могут похвастаться этим. Королева не ведется на месте зависть. Зависть не может быть черной или белой. Она или есть, или ее нет. Эти два порока королеве чужды. Смотри и слушай номерные уроки Галины Смис. Что до внешности, тут главное иметь желание выглядеть всегда на все сто. И это не обязательно дорогущие косметические процедуры. А если королевская казна иногда бывает пустой, не отчаивается, а просто немножечко изменит свои желания. Королева королевишна – это жизненный стержень. Вывод и пожелание. В любом теле и деле оставайтесь королевишнами. Я вас всех люблю. Как же я долго думала, прежде чем написать это эссе. И вот сегодня ночью снизошло. Ваша деньевея. Кому непонятно, я везенья. Так как Светлана занята в Англии. Смотри и слушай опять же Галину Смис. Всем желаю удачи и везенья. Замечательно. Наша победительница сегодня еще и продемонстрировала знания тех постулатов, которые мы пропагандируем на нашем канале. Вот она, наша красавица. Вы ее знаете. И я дам ссылочки на те видео, в которых она участвует. Ирина, я всей души поздравляю вас с победой. Вы сегодня одержали не нашим привычным способом, когда я выбираю из многих три, а из трех одно, потому что очень оторвались от других. Я призываю всех наших слушателей принимать участие в голосовании тоже. Ирочка, звоните. У вас есть мой скайп. И мы определимся с подарком. Я очень сожалею, что я вовремя не провела этот конкурс. Иначе, может быть, подарок бы к Новому году и успел. А ссылочки на участниц конкурса, если они появлялись на нашем канале, я дам. Часть из них будет в конце ролика. В качестве вот этих четырех квадратиков, к сожалению, я больше не могу. А часть в описании. Так что, если кто-то захочет познакомиться поближе с нашими участницами, добро пожаловать. Кстати, Агафья в прошлый раз участвовала в конкурсе, который у нас был видеоконкурс. И девочки записывали ролики со своим участием. Там на нее можно посмотреть. Она настоящая королевишна. Всем желаю принимать участие в следующих конкурсах. И, конечно же, придумывайте названия, придумывайте тематику следующего конкурса. И я продолжаю обращаться за помощью для перенесения наших комментариев со старого канала на новый. У меня, наверное, десятка три роликов уже здесь, которые еще не перенесены. Пожалуйста, отзовитесь. Я с удовольствием приму вашу помощь. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok